Во время локдауна, пандемии, ковид-19, граждане скупали туалетную бумагу. Сейчас в связи с санкциями переключились на сахар и средства женской гигиены. В дефиците также всеми любимая гречка. Ритейлы просто не успевают пополнять запасы. Но это не причина увеличивать цены. Так считают в муниципальном совете депутатов. В рамках постановления правительства Российской Федерации, а также администрации Ленинского городского округа, по поручению представителя совета депутатов, Радченко Станислав Николаевич, сегодня был запланирован выезд на предмет анализа и мониторинга цен на те стратегически важные продукты, которые сейчас на сегодняшний день стали очень сильно востребованы. Министерство сельского хозяйства определило перечень товаров, цены на которые не должны превышать обычный уровень. Рейд депутат Черников и представитель отдела потребительского рынка администрации округа провели в поселке Боброво. В некоторых магазинах инспекторов принимали весьма агрессивно. Не надо, грубо, вы нормально говорите. Да мне не нужно передавать информацию. Вы покажите, где у вас располагается сахар, гречка, крупа. Вот он здесь располагается. Скажите, я же не прошу вас мне комментарий давать. Представители розничных сетей оправдываются. Цены на стратегически важные товары кажутся высокими только потому, что все дешевое быстро разбирают. Остается дорогой товар. Крупа, в том числе гречка, яйца, соль есть везде. А вот сахара нигде не обнаружили. Похожая ситуация и со средствами женской гигиены. Полки практически пустые. Теперь мы будем вашими периодически постоянными клиентами, поскольку сейчас в это тяжелое жесткое время, мы должны смотреть и отслеживать, поскольку это поручение правительства Российской Федерации. Чтобы мы пришли, например, завтра, и сахар уже был, прокладки, которые отсутствуют, они тоже должны быть там на месте. Не будем ждать желаний сверху, а будем проявлять инициативу снизу. Давайте таким образом поступим. Согласен. Давайте. Мы видим явный перекос, точнее, недостаток обратной связи от руководителя на местах магазинах с региональными распределительными центрами. Это задача директора магазина – своевременно сообщать вышестоящим станциям об отсутствии этого товара, либо о его дефиците, для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию выравнивать. Я думаю, что мы со своей стороны поможем директорам и донесем эту информацию до региональных представителей вот этих торговых сетей, которые мы сегодня с вами обследовали. Работа в этом направлении продолжится и затронет всю территорию Ленинского городского округа. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ТВ.